Всем привет! Решила вам показать, что делают дети мои коллеги, пока мы ждем гостя. Кто-то, например, делает домашнее задание, а кто-то играет на компьютере. Да-да-да, нет! Да все, Тоймар, моя очередь. Бери! Отвлекал ведь меня. Идем дальше. Проходим здесь. А здесь наш гример и администратор. Ребят, помашите рукой в камеру. Ой, Кать, а посмотри, пожалуйста, список гостей. Так, давай чуть позже, хорошо? Окей. Так, идем дальше. Вот в этой комнате, очень узкой, тесной, в этой комнате сидит режиссер, который следит за тем, как мы выглядим в кадре. Гость поднимается на площадку. Готовимся начинать. Ну что, это только малая часть того, что происходит за кадром. В будущем постараюсь показать еще, а пока просто давайте смотреть выпуск. Всем привет! С вами я, Екатерина Варнава и шоу «Вопросы взрослому». Здесь знаменитые люди оказываются, наверное, на самом необычном для себя интервью. Интервью, которое берут у них дети. И сегодня у нас очень необычный гость. В свои 23 года она уже музыкант, певица, видеоблогер, артист лейба «Блэк Стар». Снялась в качестве ведущей программы «Орел и Решка». А еще она ведет популярный одноименный YouTube-канал, встречайте, очаровательная Клава Кока! Я родилась в городе Екатеринбурге в многодетной семье. В детстве я была супер улыбчивым ребенком. Увлечений у меня было в детстве очень-очень много, и я благодарна своим родителям за то, что они меня в этом не ограничивали. В начальной школе, когда училась, у меня были одни пятерки. Всегда я любила быть в центре внимания. Я была неким лидером, наверное. Моему слову прислушивались. Моя первая любовь – это Гриша. Училась я в шестом классе тогда. За мной еще приуклестывали несколько парней, и он с ними даже дрался. Я с 12 лет стала работать, поэтому как-то я себя ощущала довольно взрослой уже там, в 12 даже. Привет всем! Привет, привет! Всех рада видеть! Скажи сразу, ты волнуешься? Да, потому что впервые в жизни передо мной столько детей, которые будут задавать мне вопросы, не у которых я буду спрашивать. Например, в школе я иногда вела уроки вместо учителей, которые болели. Реально я хорошо училась. А тут как бы будут задавать вопросы мне, и я очень боюсь, что я что-то буду не знать. А ты вообще готова честно, абсолютно отвечать на это? Я всегда отвечаю очень честно. Даже если будут неловкие вопросы, то я поговорю с вами после. Мы тогда начинаем? Пришло время неловких вопросов. Итак, кто нас задает первый вопрос? Меня зовут Тимур Дменикот, мне 11 лет. Как вы попали в Black Star? Ты знаешь, в Black Star я попал 4 года назад. Был большой конкурс, который назывался «Молодая кровь». И приехали 2500 клонов Тимати, клонов Кристины Си, клонов Мото. Все пришли такими с бородами, с татуировками. И я пришла такая девочка в юбочке, в шляпке, которая пела под гитару. Но я поняла, у меня точно нет шансов, у меня ничего не получится. Прошла первый тур, потом прошла второй. Потом про нас снимали целое реалити-шоу. И после чего меня тоже подписали на лейбл. Я такая, чего? И только спустя год, наверное, я стала верить в то, что это действительно происходит со мной. И вот так вот все закрутилось. Тебя одну выбрали? Нет, нас выбрали втроем с Круджи. Я и Дана Соколова, такая лысая певица. Я всех троих слушаю. Йоооо, давайте вам аплодируем. И это было уже почти 4 года назад, так что время летит очень быстро. Меня зовут Анкудинов Марк, мне 12 лет. Я хотела спросить, с кем вы хотели спеть дуэтом из наших певцов, а с кем вы не хотели? Из-за русских? Да. Я хочу дуэт с Димой Биланом. Нормально. Да, я очень хочу с ним дуэт. А с кем бы не хотела, ты знаешь, я пока что не совсем понимаю всех этих новых рэперов, которые появляются с каждым днем. Ну вот вся новая школа, все, ты зайди в iTunes и все первые 10 мест, какие-то новенькие мальчики, половина из них из Азербайджана, и они все поют там. А как думаешь, почему это вот такая волна сейчас? Ну просто есть определенные... Каждый день рождения новой звезды. Это и хорошо, и плохо. Во-первых, сейчас есть интернет, и любой из вас может записать песню, выложить ее в интернет, и, возможно, она понравится людям, возможно, ее начнут на нее снимать видео в ТикТоке, или снимать видео в Инстаграме, песня разлетится, или возьмет случайно какая-то радиостанция. Поэтому, мне кажется, так много новичков, но время, оно все равно отсекает, как сито всех тех, кто рано взошел на пьедестал. А ваша совместная фотография, собственно, недавно, которая появилась в соцсетях, это какой-то намек? Нет, это пока не намек. Честно скажу, что Дима, почему-то он всегда меня поддерживал, еще там буквально два года назад, когда меня никто не поддерживал, он снимал видео, где он едет в машине и поет мою песню. Он на премии, на какой-то, когда я выступал, тоже качал, и камеры его снимали, я это видела, и мы с ним переписывались как-то в директе, потом стали общаться чуть больше, потом чуть больше познакомились, потом там затусили пару раз. И не исключено, что, возможно, у нас с ним будет какая-то совместная работа, но мне кажется, что пока что я до его уровня не дотягиваю уровня профессионализма и всего остального, поэтому я немножко подросла. Ты бы написала песню для вашего дуэта? Я бы очень хотела это сделать. Я все свои песни пишу самостоятельно. Вот поэтому я и спрашиваю. Да, я думаю, что я могла бы написать какую-то клевую песню. У меня уже даже была песня год назад, которую я могла бы с ним исполнить, но она так и не вышла, может быть, я ему ее покажу чуть позже. А что за песня, про что она мы узнаем или мы потом узнаем? Она про одиночество. Я Вероника, мне... Вероника! Чика-чика-чика-чика! Продолжай. Мне 14, и ты попадала в какие-нибудь передряги в школе? Да, конечно, блин. Я вообще сорванец. Я постоянно там... Только нам двойки поставят. Мы берем тухлые яйца, закупаем всю школу, кидаем тухлыми яйцами, граффити рисуем. На окно заучи обрисовываем, там, граффити делаем с плохими словами. Я сейчас научусь. Это не инструкция к применению ни в коем разе, да? Забыли, забыли, забыли. У меня, конечно же, были и конфликты, и... Но я всегда училась хорошо, и это меня спасало. То есть я могла не делать домашние задания, я могла много пропускать, но я всегда приходила и всегда знала, что я не получу два, потому что я знаю, что Бог наградил меня светлой головой, которой я так плохо пользуюсь. Какой у вас был самый сумасшедший поступок в жизни? Однажды я прыгнула с 207 метров свободного падения. То есть это 8 секунд, ты летишь просто вниз, перед тобой река и горы, и ты летишь привязанным за ноги. У тебя нет ни парашюта, ни крыльев, ничего, и ты просто летишь до тех пор, пока эта веревочка не натянется сильно. И когда она тянулась, она тебя пружинит обратно. В общем, это был самый страшный поступок. Но так я вам не советую делать, потому что у меня потом две недели болела спина. Это на спор было или что? Ну, я снимала видеоблог, и я подумала, что я герой, я смогу это сделать. Пацаны не прыгали, а я прыгнула. Я готова на все ради контента. Серьезно? Ну, не на все, в рамках приличия, конечно. Но ради всех людей. В современном мире это заслуживает аплодисментов. Следующий вопрос. Меня зовут Зелудовская Мария, мне 13 лет, и я бы хотела задать вопрос, была ли ты популярна и в школе? Да. Была, потому что меня в 16 или в 15 лет впервые показали по телеканалу на России. Я была также в вокальном конкурсе. И я уже в 15-16 лет выступала в клубах как певица и работала бы как вокалистка иногда по ночам. Завидовали одноклассники тебе? Многие завидовали, но я очень рада, что я звездной болезнью переболела в 15-16 лет. Я очень рада, что у меня была эта болезнь, когда я, я помню, захожу в школу. Взгляд кошки. Я понимаю, что я была с Аллой Пугачевой на одном конкурсе, я ела из ее гримерки ее огромную красную клубничку. Я очень рада, что я переболела этой звездной болезнью и очень быстро поняла, какая же я дура. Потому что от меня все отвернулись, и я чувствовала этот негатив, это напряжение, все поняли, что я задрала нос. И я очень быстро вернулась потом. А много парней за тобой бегало? В школе? Да. Да. Я сейчас скажу, я никогда не была симпатичной. Я была там пацанкой. Слушайте, ты очень симпатичная, красивая. Да нет. Да, 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 ну да, да, да. Нет, буквально. Я, собственно, поэтому и спрашиваю, потому что я не была очень симпатичной, и как бы больше парни от меня бегали, чем за мной. Нет, знаешь, там был прикол, сейчас расскажу. В общем, я когда переехала в Москву, у нас в Екатеринбурге было принято с мальчиками уже и с девочками здороваться в щечку. Но вам это еще рано. Ну, то есть здороваться, просто прощаться в щечку. А когда я переехала в Москву, здесь это было не принято. И как только парни поняли, что я здороваюсь и прощаюсь в щечку, меня провожало по 20 человек до дома, чтобы я всех целовала в щечку. Серьезно? Вот класс, молодцы. А потом я прикрыла эту лавочку и сказала, ребята, я буду целовать только тех, кого я знаю минимум три месяца. Да, вот так вот я сделала. И три месяца за мной все равно там определенный пласт людей ходил. Сколько в итоге ушло? Ну, в итоге там пришлось мне потом разбивать сердца. Нормально, тебе идет, кстати, разбивать сердца. Ты такая вроде ангелочек, но разбиваешь сердца. Это нормально. Надо написать про эту песню. Следующий вопрос. Что нужно делать, когда возникают недопонимания с учителями, и они отказываются посмотреть на твою точку зрения и тебя понять? Ты знаешь, у меня были такие учителя в школе, я тебе честно скажу, которые даже, знаешь, я даже могла их переубедить в чем-то, даже показав какой-то факт в интернете или показав какой-то факт в книге. Вот реально я сталкивалась с этим, у нас была учительница, я не буду говорить, как ее зовут, она, наверное, посмотрит это видео. Во-первых, она унижала тех, кто плохо учился постоянно. Она не воспринимала девчонок, которые красятся. Она всех унижала, и если они приходили накрашенными, она заставляла их смывать косметику, всегда было очень много слез. Самое главное, не поддаваться на эту провокацию и не выводиться из себя. Держать себя в руках, просто понимая, что если ты сейчас пройдешь это, тебе в будущем будет легче. Мне кажется, как-то так. Итак, следующий вопрос. Меня зовут Георгий, мне 16. Были ли у тебя комплексы, может, есть какие, почему? У меня очень много комплексов, даже сейчас. Очень много комплексов. Ты прекрасна. Да нет, мы все не прекрасны. Но у меня, вот реально, поверь, у меня столько было комплексов. В одно время мне очень не нравилась моя улыбка, условно. Я прям ненавидела свою улыбку, я думала, ужасно. А потом оказалось, что многим людям нравится мне именно улыбка, понимаете? И тогда я поняла, что все наши комплексы, они все в голове. И что бы вам в себе не нравилось, скорее всего, люди вокруг этого даже не замечают. Меня зовут Платон, мне 10 лет. Чему такому вас научила мама? Чем ты гордишься? Ну, наверное, самое важное, за что я буду всегда благодарна, за то, что она всегда меня во всем поддерживала. То есть в детстве я занималась танцами, я ходила в художественную школу, я занималась фехтованием, я играла на фортепиано, я пела в хоре, я еще училась в школе. И несмотря на то, что нас трое детей в семье, и мы все примерно одного возраста, мама нас водила во всякие разные секции и поддерживала во всем, что мы делаем. И это очень здорово, потому что у меня появилась возможность выбора, выбрать, что я хочу, вот либо рисовать, либо там фехтовать, либо еще что-то. И когда я стала заниматься музыкой, несмотря на то, что никто к этому не относился серьезно, но мама всегда ходила на мои даже самые первые концерты, на которых было там по пять человек, по шесть человек. Вот, и это очень ценно для меня. Ну, я навсегда в меня верила, конечно, это круто. Они сейчас в восторге того, чем ты занимаешься? Ну, им нравится. То есть они такой судьбы хотели для своей дочери? Ну, они хотели, чтобы я была счастлива. Здесь просто, ну, я счастлива, конечно же, поэтому они очень рады, и они ходят на все мои концерты, они смотрят все мои влоги. И папа первым узнает новости про мою жизнь, он там на всех, на каких-то сайтах смотрит, я даже не знаю, на каких он смотрит, все новости про меня. Он говорит, ты знаешь, что ты будешь завтра выступать в Калмыкии? Я такая, да теперь знаю. Ну что, следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр Тюлюкин, мне 10 лет. Какая у вас была первая любовь, и кого вы любите сейчас? Первая моя любовь, ну, прям, чтобы прям целоваться. Ну, ладно, мой первый мальчик, так скажем, был 12 лет. Его звали Гриша, я была, или не 12, в общем, я была в шестом классе. Он был из параллельного класса, и все началось с того, что мы писали друг другу записочки какие-то, передавали их друг другу. И тогда была Аська, это что-то типа ВКонтакте, только очень-очень давно. Какая старая. Я даже Аську не застала. Ну вот, и мы Ваське добавили друг друга и начали переписываться. И на самом деле тогда, в шестом классе, я начала писать первые стихи о любви, потому что мы писали, передавали их. Из-за Гриши? Да, из-за Гриши. И Гриша мне писал стихи о любви, он сейчас читает рэп, кстати. А я его меня провожал до дома, мы с ним ходили за ручки, обнимались, ходили в парк Дондрарий. Не, мы с ним не целовались, кстати. Но, знаешь, знаете, что девчонки, вы сейчас, сколько вам лет? 11. Вот вам это предстоит. В общем, мы с ним встречались месяца три или четыре. И однажды он уехал в поездку на поезде, куда я не поехала. И мне рассказали, что там он целовался с другой девочкой. А со мной он не целовался никогда в жизни. За четыре месяца ни разу и уехал просто. Ну, в общем, и тогда, девочки, я поняла, что в нашей жизни мужики все козлы. Да. Я шучу, я шучу. Конечно же не все. Так, кто следующий вопрос задает? Я смотрела достаточно много интервью с тобой, и там почти у всех интервью спрашивают про тебя с Егором. И у меня есть вопрос именно не про сами отношения, а про то, как ты относишься к тому, что вас обсуждают и шиперят вместе. Ну, я уже отвечала недавно на этот вопрос, что я тоже иногда попиваю чаю к шиповникам. Все? Объясните мне, я не поняла. Шиперить – это значит придумывать отношения между людьми, либо додумать их отношения. Например, встречаются два человека, а ты там про себя придумываешь истории, там, как они ходили друг в гости, как они обнимались. И, в принципе, шиперят, думаешь, какая же она классная, какие же они вместе классные. А они, на самом деле, не вместе. Не, даже бывает, когда они и не вместе, и вместе. То есть, даже, например, бывает, что у какой-то девушки есть парень, а ее шиперят с другим блогером. Например, такое тоже бывает. Получается, типа, меня шиперят с Лазаревым, типа того? Ну, да, бывает. Норм, норм, норм тема. Серег, норм тема. Шипера. Говори языком простым и русским. Ты не отрицаешь, что между вами что-то может быть? Возможно, отрицаешь. Да нет, ну давайте, ну просто. Давайте не будем задавать, она волнуется. Так это же классно, ты что? Нет, я просто, я согласна, что мы чем-то похожи. И поэтому, возможно, мы где-то классно смотримся и, да. Знаем мы, какие мы друзья, да? Поставим, поставим ноготочка. Следующий вопрос. Вы не ответили еще на тот вопрос, кого вы любите сейчас? Ну тебе, ну прям сказать, кого? Да! Я люблю свою аудиторию. Нет, давайте почувствуем. Хорошо. Я просто объясню, знаешь, у меня однажды были отношения. Я выставляла совместные фотографии со своим бывшим молодым человеком и все остальное. И потом, когда мы расстались, было очень болезненно, потому что все об этом спрашивали. И все продолжали делать эти фотографии совместные. И постоянно, каждый день по тысяче человек писали и спрашивали. И при каждой встрече спрашивали. Когда ты переживаешь, это очень серьезно и сильно, то все это тебе еще, знаешь, как снежный ком валится на тебя, и очень сложно. Поэтому я предпочитаю все личное оставлять внутри себя, потому что я и так очень много раскрываюсь в YouTube и в своих песнях. Вы можете послушать мои песни и понять, что у меня на душе. Я Андрей, моя фамилия Латкин-Турков, мне 10 лет. Я хотела вас спросить, что вам нравится в Москве? Я в Москве живу 10 лет, и мне очень нравится Москва. Объясню, почему. Я просто очень много путешествовала. И вот я, помню, прилетела в Нью-Йорк, и я хотела где-то покушать после 11. И нигде нельзя покушать. После 9, я тебе скажу. Даже после 9, а после 11 тем более. Я приехала в Европу. Помню, там в субботу же, да, там у них выходные. В субботу я решила прошвырнуться в магазины. Ничего не работает. А в Москве, если тебе ночью в 4 часа приспичит купить холодильник, ты пойдешь и купишь холодильник или закажешь холодильник. Или если ты захочешь поиграть в Йо-Йо, тебе за доставкой принесут 10 Йо-Йо. А, вы не знаете, что такое Йо-Йо? Знаем! А, вы знаете, что такое Йо-Йо? Да! А трюки умеете делать? Да! Я вам потом покажу пару трюков. Ты предпочитаешь жить дневной или ночной жизнью? Вот что, когда тебе начать переть? Ну, для моего самочувствия мне лучше, конечно, день. Но вдохновение, эмоции, любовь, это все такое ночное. Yeah! Вай, вай, вай. Так, следующий вопрос. Когда примерно и как вам начала нравиться музыка? В 4 года, реально. Я подошла к маме, я помню этот день. Я сказала, мамочка, я хочу быть как Алла Пугачева, хочу петь. Как Алла Пугачева? Реально, я очень любила Алла Пугачева в детстве. И она отдала мне в хор. И вот с тех пор, уже почти 20 лет, я занимаюсь музыкой. Дальше вопрос. Я хотела еще раз спросить, как вы относитесь к Бузовой? К Бузовой! Ооо, а что? Вы знали, что у меня с ней совместная песня? В смысле? И эта песня, это самая первая ее работа музыкальная. То есть, может сказать, что я стала... Это какая песня, подожди, под звуки поцелуев? Нет, если. Это была песня еще до под звуки поцелуев. У меня была песня, написанная под гитару, про любовь. И так получилось, что Оля ее услышала. И тогда у нее был муж Тарасов, и он посвятил ей песню о любви. И она хотела ответить тем же, и мы с ней вместе исполнили эту песню. Это была какая-то бесплатная коллаборация? Да, абсолютно бесплатная. Абсолютно? Просто она хотела... А кто-то вообще об этом знает? Это никогда даже как-то не афишировал. Ну, зачем мне это афишировать? Это была для меня классная ступень, что я познакомилась с таким публичным человеком, и который для меня открылся с очень хорошей стороны, скажу честно. Ну, тогда я не могу тебе не задать следующий вопрос. Как артист, вот именно в музыкального жанра, ты Олю как оцениваешь? И оцениваешь ли ты ее в принципе? Ну, я не слушаю такую музыку вообще, но у нее очень профессиональная команда. То есть в совокупности это все сделано на очень конкурентоспособной какой-то ступеньке. И поэтому мне кажется, что людям это нравится. Потому что это простые песни о любви, где-то с юмором. И поэтому я очень рада всем ее успехам, и это искренне. Идем дальше. Меня зовут Зуева Ася, мне 9 лет. Тяжело ли сочинять песни? Приведи примеры. Свою первую песню я написала, когда мне было 8 лет. Ну, где-то. Мы шли с бабушкой, я пела в хоре. И что-то она говорит, давай песню придумай. Я говорю, давай, давай придумаем песню. И мы с ней придумали песню про мою бабушку. О том, что якобы бабушка купила себе велосипед, начала на нем кататься. Потом она попала в кювет, ее спас Сереженька, отважный наш сосед. А потом бабушка сказала, не, не хочу кататься на велосипеде, и мы с ней сидим и играем в дурака. И там был такой припев. Бабушку звали Люси. Люси, Люси, ко мне себя вези. Люси, Люси, себя ко мне вези. Там типа была. Однажды с быстрой горочки свалилася в кювет. И спас ее Сереженька, отважный наш сосед. Люси, Люси. И там была целая история, рассказанная про это. И эту песню мы написали где-то, ну мы набросали ее, когда шли до дома. И потом мы еще в блокноте дописали. И вот такая получилась песня. А есть песни, которые тянутся полгода. Есть заметки у меня на айфоне, к которым я возвращаюсь спустя год. И только из них что-то беру. А есть песни, которые для тебя очень, вот она сложная эмоционально. Вот недавно Лазарев записывал видео, он писал какую-то песню в студии и плакал. И записывал, я не могу записать, плачу. У меня есть песня, например, «Ненавижу, обожаю». Ее записывала после расставания с тем самым молодым человеком, с которым мы были 5 лет. И я плакала в студии. И второй куплет мне пришлось напиться, чтобы допеть. Простите, дети, но вот реально пришлось. Пришлось, да, это сделать. И там даже в клипе мы не могли долго снимать. Или есть песня, вот недавно вышла месяц назад, она называется «Заново». Она была написана полгода назад, когда в моей жизни все было очень трудно и очень непонятно. Я помню, я лечу на гастроли куда-то в самолете, я закрываю глаза, и у меня идут слезы, потому что мне больно, и там много всего пришлось пережить. И я представляю, как будто бы я взлетаю над всем, что я нажила, и все это горит. Все горит, но мне становится не больно, потому что я смогу все это построить заново. И мне кажется, это моя самая такая музыкально сильная песня. Но она абсолютно самая непопулярная, потому что она очень сложная. Но я очень люблю писать такие замороченные песни. Она стала саундтреком к шоу «Пацанки». Вот вместе с ними. Идем дальше. Я Корсакова Маша, и как люди относятся к вашей русской версии «Деспасита»? А, ну вообще, кто не знает, у меня есть рубрика на YouTube, которая называется «Clava Translate». То есть я беру зарубежную песню, например, условно «Деспасита», и пою ее по-русски с той же мелодией. И это видео было одним из первых, которое у меня стрельнуло в интернете. Оно было выпущено два года назад. И я помню, там буквально за несколько недель было 5 миллионов просмотров, что-то такое. И потом YouTube удалил это видео. Кто-то пожаловался на авторские права, этого видео вообще больше нет. Есть на каких-то других каналах его опубликовали, и там тоже по 5-10 миллионов просмотров. И это был мой первый такой взлет в интернете, и это было круто. А можете песню напеть? На русском? Да. Медленно, я хочу вдыхать аромат твоей шеи. Можно я цепну тебе что-то несмело, и ты не забудешь меня, будь уверен. Медленно, буду зацеловывать твои губы тихо. Искушу все стены твоих лабиринтов. Превращу все твое тело в манускрипт. О, ты спаси. Идем дальше. Привет. Мы с тобой коллеги по вокальному цеху. Бас. Я тоже играю в рок-группе. И у меня такой вопрос. Как тебе часто приходится петь песни, которые тебе прям тошно петь? То есть прям... Есть песни, из которых я выросла. Например, вот песня «Май», «Тише, тише». У меня есть старые такие песни. И мужу года по три, по четыре. И бывали моменты, когда мне уже их надоело петь. Я просто их убрала из своей концертной программы, потому что написала новую. А так, что прям тошно, и я не могу, такого нет. И я абсолютно не против, если, например, артист невероятно красиво поет. И у него невероятные вокальные данные, но он не умеет писать песни, он покупает песни. Я не против этого, но просто я к этому отношусь, ну... Но это не моя история. И для меня это больше, опять же, бизнес и все остальное. Ну, коммерция. Ну, да. Особенно, когда люди еще не умеют петь, а покупают песни при этом. И еще все натюнивают, и работают под фонограмму. Есть какой-то пример? Ну, та же Ольга Бузова, например. Но она же объективно не сможет там спеть что-то. И она работает с определенными примочками на концертах. Вот, и поэтому я отношусь к ней, естественно, не как к музыканту, не как к певице. Я отношусь к этому, ко всему, как к бизнесу и как к привлечению дополнительного интереса к себе. А если тебе принесут реально очень крутую песню, вот она тебя прям зацепит, поманит? Я ее куплю. Если я почувствую, что внутри меня это отзывается, и если я пойму, что... У меня нет принципиальной позиции, я только свои. Нет, уберите эту прикрылитую песню. Нет. А сколько сейчас минимум стоят песни? А то и максимум. Минимум? Да нет, есть средняя цена на рынке. Какая? Ну, где-то 2-3 тысячи долларов. Плохо! Ты как с песнями? Нормально? 2-3 тысячи долларов, это я имею в виду за песню, которая пишется для артистов, которые гастролируют. Естественно, у меня есть знакомые, которые за 5 тысяч рублей пишут песни. Я просто говорю об тех авторах, которые пишут для артистов. Топовые, топчики, да? Ну, не топчики, топчики, ну, за миллион рублей у меня. О, серьезно? Давайте мы учимся писать песни. Я недавно общалась с одним автором, и у него песня стоит миллион рублей, плюс он еще забирает роялти, то есть песня, если звучит... С продаж, да? Да, с продаж песни, с iTunes, он забирает еще себе деньги. Но это он очень крутой автор. Если я скажу, кем песни я написал, вы знаете эти песни, просто не хочу говорить, кто это. В Black Star все пишут песни? Да. И самый главный критерий, чтобы попасть на Black Star, нужно писать. Я Врановский Максим, мне 17 лет. Вы сказали, что не одобряете, когда поют песни, которые написали не сами, что вот плохо чувствуется артист. А как вы относитесь к Кипелову? Большинство песен, которых он пел, не писал. Я согласна, абсолютно. Ну, тот же Дима Билан, он тоже не пишет себе песни. И сейчас просто поколение людей, которым пишут, оно отходит. Тогда никак иначе. Понимаешь, Алла Пугачева, великая певица, она тоже не писала себе песни. Она писала какие-то, но все ее самые великие песни были написаны другими людьми, невероятно талантливыми авторами. И, конечно же, сказать, что Пугачева не музыкант и не певица, но это глупость полная, потому что она действительно очень, ну, очень, очень большой человек в сфере, в российской музыке и все остальное. Но в наше время, в наши дни, вот новое поколение, все, кто покупает песни, это все вообще не то. Это не про музыку, вообще не про музыку. И еще один вопрос, можно? Да. Что у тебя на первом месте в райдере? Вообще, есть какая-то заморочка на тему райдера? Вот у меня обязательно... Ну, у меня есть. Да. Есть. Ну, например, вот я люблю конфеты с кокосом. Вот у меня стоят, я люблю мед, я люблю, там, чай, я люблю рыбку красную. Но, естественно, когда ты очень много гастролируешь, тебе нужно, чтобы тебя определенно встречали. То есть ты не можешь в одном месте, чтобы тебя встретили на коне, а в другом месте, чтобы тебя встретили на автобусе. А если этого не происходит? Вот ты как артист, и я как тоже гастролирующий иногда артист, могу сказать с абсолютной уверенностью, что тебя в одном месте могут встретить на коне, а в другом месте фактически под конем. Поэтому вот интересно. Нет, ну у нас есть определенная строчка в райдере, то есть там написано, если вы не выполняете условия, то вы либо платите штрафы, либо мы можем отменить концерт. Было у тебя такое, что ты отменила? Ни разу не было, я скажу честно. Бывали моменты, когда все было очень плохо, то есть мы заходим в гримерку, а там бегают какие-то насекомые, нет ни воды, ни еды, вообще ничего, и звука нет. Но, блин, когда за дверью стоят твои люди, они кричат твое имя, им холодно на улице, ты не можешь не провести концерт. Иногда просто мы проводили концерт либо в акустике, но, блин, вот сколько раз я себе говорю, надо отменять, надо отменять концерт, мы не можем так работать. Но я не могу их не впустить, и мы все равно в нем многофитов. Меня зовут Вероника. Вероника! Чика-чика-чика-чика! Поехали. Мне 10 лет. Вы когда-нибудь пели под фонограмму? Да. Ты пела под фонограмму? Да, это ужасно, это отвратительно. Бывают такие телешоу, телепроекты, в которых, ну, в принципе, технически невозможно петь вживьем. И все поют там абсолютно под фонограмму. И не бывает такого, не бывает исключений. На том же, например, голубом огоньке все вообще выходят без микрофонов и открывают рот. Вы не смотрели голубой огонек? Нет. Но я всегда только за живой звук. Дальше вопрос. Меня зовут Леон, мне 11 лет. Мой вопрос, сколько вы зарабатываете в месяц? Наконец-то! Не, давай не так. Ну, слушай, ну это должен был другой человек спросить. Главное только не Леон? Ну, на квартиру в Москве я еще не накопила. Не, ну я могла бы, возможно. У меня запросы все-таки хорошие. У меня в этом году была цель купить квартиру в Москве. Еще есть 4 месяца, возможно, у меня получится отреализовать. Мы очень сильно посылаем тебе. Ты смотри, какую, понимаешь? Я могу купить себе что-то. Ну, речь идет про запросы сейчас. Речь идет, да, про хорошую квартиру. В центре? Хорошая-то какая? Ну, в пределах трешки хотя бы. 150-200 метров сколько? Ну, нет, ну, мне двух комнат хватит. 150? Ну, это дорого. Ну, то есть, ну, это хотя бы нужно миллионов 20. Нет, ну, на самом деле, вот я вам так скажу, когда я училась в институте, я думала, что порог в моей жизни, это будет, если я буду 100 тысяч рублей в месяц зарабатывать, то это просто космос. И я буду, я смогу себе позволить все, что хочу. Когда я подросла, я пообщалась реально с людьми, сколько они зарабатывают. А сколько бы ты хотела зарабатывать для того, чтобы чувствовать себя вот прям нормик? Ну, я себя чувствую сейчас нормик. Я себе, в принципе, могу позволить все, что я хочу. И я могу, там, брать ответственность за других. Что это самое крутое, когда ты можешь себе позволить. Родителям помогаешь? Ну, естественно. Там, это самое крутое, когда ты можешь помогать своей семье и чувствовать себя свободно. Ты сказала, что это естественно Насколько я понимаю, что тоже сейчас такое поколение растет Что для многих это неестественно Что как бы птенчик вырвался И как бы у меня своя жизнь, а не своя жизнь Для меня это очень странно И самое Вот когда я поняла, что я стала чуть-чуть там медииной Никому вот я не нужна Кроме своих родителей, своей семьи Никаким друзьям, никаким коллегам Никаким там ребятам со студии Или еще что-то такое Вот только семья, потому что Столько Лжи в этом мире Просто ужасно Вы будете помогать своим родителям? Да! Не слышу? Да! Сейчас родители кайфанули Так, следующий вопрос Помнишь, в каком году Сняла первый Ну там кли, сочинила Ну вот прям настоящую такую песню, которая Это было в 14 Первая песня у меня была на английском языке Она называлась Коза Иси И был клип на эту песню Клип, где я играю на гитаре И у меня на фоне заброшен аквапарк И чтобы заработать на эту работу Мне пришлось попасть в полицию Короче, что я делала? Ну я с 12 лет работаю И мне было тогда вот как раз 14 лет Я раздавала листовки и понимала, что мне нужно зарабатывать больше Я зарабатывала тогда 60 рублей в час Это было не очень много И я придумала такую схему Знаете, есть студенческая карта или школьная для метро? У меня была эта карта И по ней можно ездить каждые 7 минут Я делала что? Я раздаю листовки у метро И каждые 7 минут подхожу к людям в очередь И говорю Я могу вас провести без очереди Зайпалкос И говорили, да, давай И каждые 7 минут я проводила человека То есть каждые 7 минут я получала еще сверху по 50 рублей А чтобы ты понимала, за листовки я получала 60 рублей в час Ну в общем, я рубила капусту Пока однажды один дядя милиционер не сказал мне, девушка Пойдемте в отделение Пойдемте в отделение И меня посадили в обезьянник Вот этот, который, решетка в метро Я там сидела очень долго, пока за мной не приехала мама Вот И я думала, что сейчас все об этом узнают И меня посадят за решетку, потому что я мошенница Но в итоге меня отпустили просто с мамой И все было нормально А были такие вот клипы, песни, которые были сняты на настолько маленьком бюджете Что, скорее всего, это бы не выпустили Невозможно было бы практически снять Например, клип «Влюблена в МДК» Это клип, да, он абсолютно снят без бюджета То есть вот, например, Катя Она тоже снялась в этом клипе Она на селфи спела кусочек песни, помнишь? И все так, да, и все так спели И меня поддержали И там уже почти 10 миллионов просмотров О, серьезно? И эта работа, бюджет этого клипа, по-моему, тысяч 8 рублей Круто Деньги вообще нету Много ли негатива вы почувствовали от масс в связи с выходом песни и клипа «Зая»? Да, и это очень круто Ну, никому особо это было не интересно И я понимала, что для того, чтобы работать на широкую аудиторию Всегда должна быть в этой аудитории какой-то пласт людей, которые тебя не любят И только так ты можешь завоевать пласт людей, которые тебя любят Чем больше тебя не любят, тем больше тебя любят Как ни странно бы не звучало То есть ты решила сделать как Маргерштерн, то есть хайпануть Нет, дело не в хайпе, дело не в хайпе Просто в один момент я поняла, что я хочу сделать что-то, чего от меня не ждут А песня «Мама, я влюблена» долго она писалась? Нет Сразу, так? Ты знаешь, эта песня была написана, когда я вообще не знала, в какой мне степени двигаться И мы сидим с моим другом Сашкой на студии И первое, что пришло в этой песне, это вот эти нотки Потом мы придумали вот эту фразу «Мама, я влюблена» И я такая, да нет В одной строчке «Мама» И ему так, ну, нет, я не могу себе это позволить Я не хотела выпускать эту песню Потом думала, надо переделать Но потом выпустили, и все, и хитом стала Я Корсакова Маша, мне 10 лет И кто ваш кумир, и вы считаете себя звездой? Я себя звездой не считаю Ты звезда! Да какая звезда? Звезда, знаешь, на какую букву? Ну, пугать Пугачева на П, ТАСС Да У меня нет одного кумира, но, например, я очень люблю Сэма Смита Очень люблю Эда Широна И я очень люблю Джастина Бибера Джастин Бибер тебе нравится? Да, я бы хотела быть его женой Он заооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Почему вы не считаете себя звездой или известной, если вы снимались в «Орле и решке», у вас некоторые клипы на ютубе очень даже хайпанули, можно сказать, или зашли, почему ты не считаешь себя звездой все равно? Ты довольно популярная. Да нет, для меня звезды это вообще другие. Для меня звезда, Эд Ширан, например, когда-то на его концерте, там стадион 80 тысяч человек, и все поют его песню. Я только на пути к этому, звезда для меня это уже какая-то конечная сформировавшаяся икона, единица. Звезда, ну ты понимаешь, что такое звезда, это на небе, это вот что-то недосягаемое, абсолютно недосягаемое. Хочешь меня потрогать? А я знаю, что считаю, подожди, прежде чем вы все начнете трогать клаву, а вы начнете ее трогать, я знаю, что читаю, я считаю, что в первую очередь про популярного человека, если хотите про звезду, говорит то, что он скромный. Так что ты звезда. Да, 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 да. Не отрицаю. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Да, я хотела задать вопрос, вот, как ты считаешь, честно, к чему ты ближе, ну, топтать по головам или быть доброй, отзывчивой, душевной? Я никогда в своей жизни не шла по головам ради своего успеха. У меня было миллион возможностей подставить огромное количество людей. Было миллион случаев, когда меня подставляли мои близкие люди, но я никогда не отвечала тем же, никогда. И если в детстве, допустим, мне моя сестра или мой брат что-то делали, я всегда им хотела отомстить. Вот это у меня осталось с детства, я очень рада. И в моей жизни и так много сложностей и негатива. И если я буду еще тратить ее на негатив, то все мое время это будет занимать. Поэтому я никогда не хожу по головам. И всем, даже кто мне желает зла и желает мне, там, улететь туда быстрее, я им все равно буду желать добра и пускай у них все будет хорошо. А друзья, вот собираетесь вы к какому-нибудь тусовочку, друзья просят тебя? А ну-ка спой что-нибудь. Да. Я не очень это люблю. Раздражает тебя это? В последнее время, да. Тем более, когда ты приходишь к друзьям и не все тебя знают хорошо и все все равно относятся к тебе как к какой-то звезде. Понимаешь? Потому что ты звезда. И ты кушаешь, они на тебя вот так смотрят. А я устала. Вот недавно был день рождения. Я устала со съемки. Я хочу просто посидеть в уголочке и просто насладиться атмосферой. Че ты такая грустная? А че ты сидишь? А вот тебе гитара. А давай может поешь? А че тебе положить? А че может селфи сделаем? Давай тебе поднимите руку. И ты сидишь и думаешь, да я не грустная, да я просто сижу. Нет, ты грустная. Что случилось? А че там Тимати? А Тимати какой он? Классный? Да, да, да. Ну и поэтому я хожу на дни рождения только очень близким людям. Да. Меня зовут Ася, мне 12. Если бы у тебя была возможность стать одним любым другим человеком, знаменитостью на один день, кто бы это был? Это был бы Джастин Бибер, конечно. Я пошла бы в ЗАГС и расписалась бы на сама себе. Да. Сначала развелась бы с Хейли и в этот же день подписалась бы и с собой. Какая насыщенная жизнь. Я вот как женщина бы до такого не додумалась. Супер. Значит, сейчас, помимо того, что Клава вам в конце нашего эфира скажет какое-то напутствие. Также Клава должна выбрать самый запоминающий, самый каверзный, возможно, самый классный, самый грустный. В общем, любой вопрос, который тебе запомнился и понравился. Я не знаю, мне сложно выбрать. Давайте я выберу одного человека сейчас, потому что он был самый эмоциональный на протяжении нашей съемки. и это была ты. А теперь расскажи, что за подарок. Ты поедешь кататься на картинге в Blackstar картинг на крутых тачках. Это правда или ровно? Правда. Реально. Тебе поразило. Давайте ей поаплодируем. Ты что, заплакала, что ли? Да. Малыш, иди ко мне на ручки, иди к мамочке. Короче, что я вам хочу сказать. Вот у вас у всех есть, подумайте, у вас у всех есть какая-то своя мечта наверняка. Да? Да. И вот поверьте мне, в вашей жизни будет очень много людей, которые вам скажут, что у вас она не реализуется. И это могут быть друзья, родители, враги, одноклассники, неважно кто. Помните, что все в этой жизни реально. Все в этой жизни, все, что вы захотите. Вы сами можете делать и творить вашу судьбу. Поэтому, пожалуйста, всегда верьте в себя, никого не слушайте. И как бы ни было сложно, старайтесь каждый день сделать что-то для достижения своей мечты. Потому что все в этой жизни возможно. Все невозможное возможно, знаю точно. Да. И я в вас верю. И если в вас даже никто не верит, вы можете сказать, знаешь что, меня верит Клава Кока, так что… Оцепись! Да, 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 да. Сегодня с нами была музыкант, певица и видеоблогер, артистка лейбла Black Star Клава Кока. А сейчас обнимашки! Ну что, пришло время прощаться. Это было шоу «Вопросы взрослому». Пишите в комментариях, какого гостя вы хотите увидеть в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!